Воспитать чувство ответственности за судьбу старшего поколения на живом примере. Именно с такой целью представители АЗС «Оригинал» организовали встречи учащихся школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с подопечными дома для престарелых и инвалидов-ветеран. Мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы и Дню снятия блокады Ленинграда. Вот она, живая связь поколений. С одной стороны, молодежь, те, у кого вся жизнь впереди и большие планы на будущее. С другой, пожилые люди, повидавшие многое и имеющие бесценный жизненный опыт. Молодежь проявляет почет и уважение, слушается в жизненной истории стариков. Воспитанники школы-интерната для сирот попытались своим вниманием скрасить будни подопечных дома-ветеран. Пели для них песни, читали стихи и даже устроили танцы. Это их первое знакомство. И, судя по радостным лицам, можно сказать, что оно оставило самые положительные эмоции. Не столько они нам нужны, сколько мы им нужны, для того, чтобы хоть что-нибудь, хоть капельку что-нибудь им передать. Потому что у нас буквально у всех же опыт очень большой. Жизнь прожили. Я, например, здесь в Дагестане с 47-го года. Кадежат Курбанова – ветеран Великой Отечественной войны, прошедшая через тяжелейшие испытания военного времени. У нее 9 внуков и 6 правнуков. Но и любых других детей, пожелавших навестить ее, встречает как родных, с любовью и теплотой. В наши дни такие люди, как Кадежат Курбанова, уже стали живым доказательством Великой Победы. Эта встреча – еще одно доказательство того, что молодым людям не безразлично прошлое их страны и их предков. Такие встречи заставляют ценить и уважать старшее поколение, помогают сберечь важные жизненные ценности. Очень важно посещать таких людей, потому что они тоже живут на этом свете. Мы должны быть им благодарны, мы очень любим их, низким поклонным за все, за то, что они есть вообще. Очень рады посетили, да, очень интересные, веселые люди. Все равно надо посещать такие места, посещать таких людей, потому что они же тоже люди, они тоже будут рады этому. Чаще будем проводить такие мероприятия, более концертные, более веселые, более оживленные. Но сегодня чуть-чуть получилось грустно, и детям первый раз чуть эмоции не могли, и ветераны наши не могли эмоции держать. Но в дальнейшем будем проводить более веселые мероприятия. Стоит отметить, что встреча была организована руководством АЗС «Оригинал» и приурочена к 75-летию Дня Победы и ко дню снятия блокады Ленинграда. Главная цель послам организаторов – оказать внимание пожилым людям и привить подрастающему поколение чувство патриотизма и уважения к старшим. Этот год ознаменуем тем, что 75-летие Великой Отечественной войны – это очень знаменательная дата для нас. Мы чтим и помним подвиг наших отцов, наших дедов, и мы очень надеемся, что мы будем достойно чтить и память о них, и их честное и светлое имя. И также этот день мы хотели бы связать со вчерашним, 27 января, это снятие блокады города Ленинграда. Это было тяжелое время для наших отцов, и мы хотели бы внести от себя какую-то лепту, встретившись с нашими ветеранами, с нашими старцами, внести в их сердце какую-то радость, чтобы они знали, что их помнят, их любят.